Здравствуйте, меня зовут Бабери Татьяна, я из города Тирасполь, Республика Молдова. С детства я любила рисовать, и поэтому родители отдали меня в художественную школу, в которую я не очень-то и любила ходить, потому что не понимала, зачем рисовать кувшины и яблоки, если я могу рисовать то, что нравится мне. Но, несмотря на это, я продолжила учиться, участвовала в олимпиадах, занимала призовые места, и после окончания художественной школы я поступила в университет на факультет архитектуры и дизайна. В процессе обучения я уже поняла, что архитектура это не мое, потому что мне не нравилось чертить чертежи, моя душа требовала чего-нибудь такого эдакого, живого и манящего ум, поэтому я плотно занялась живописью и занимаюсь ею до сих пор. Я хочу представить вам свою картину Мэрилин Монро или ее официальное название «Эта судьба улыбается». Было время, когда я очень увлеклась биографией Мэрилин Монро, и многие мифы, которые витали вокруг этой актрисы, начали улетучиваться. Например, информация, которую мы все знаем, что актриса умерла от передозировки наркотиков. На самом деле это не так, потому что Мэрилин Монро болела депрессией, и неправильно подобранные таблетки ее и убили. Или информация о том, что Мэрилин Монро была просто глупой блондинкой, которая ничего не умела, как хлопать глазами и вилять бедрами в кадре, но на самом деле она обучалась в школе по методике Станиславского в США, и ее учителя называли ее прирожденной актрисой, которой нужно раскрывать свой потенциал в драматических ролях. Но так как Мэрилин Монро выглядела в кадре интереснее глупой блондинкой, то никто ей эти драматические роли не давал, и поэтому немножко такое вот легкое и несерьезное отношение к Мэрилин Монро именно из-за этого, хотя она очень многого могла бы добиться в других ролях. Вы сами можете посмотреть, есть некоторые фильмы, в которых она играет достаточно сложные и глубокие роли, и там как раз таки и раскрывается ее настоящий потенциал. Также после смерти Мэрилин Монро в ее доме была найдена просто огромная библиотека с очень глубокими книгами, в которых были пометки и закладки. То есть это свидетельствовало о том, что актриса читала, была достаточно грамотным человеком, а не тем, каким нам ее показывали в фильмах. Также трагичность ее судьбы в том, что она хотела выйти замуж, как любая женщина, родить много детей и жить просто большим женским счастьем. Но, к сожалению, ни один брак, у нее их было трое, не завершились удачей, и также она не смогла родить ни одного ребенка. Несмотря на ее непростую судьбу, Мэрилин Монро запомнилась нам как лучезарная, эффектная женщина, которую помнят до сих пор. Именно это противоборство внутренних демонов и красивой наружности я попыталась передать своей картине, и надеюсь, вы оцените ее по достоинству. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!